Эпидемичный подъем захворывания на грипп и острые респираторные инфекции ждет в Беларуси в студии Несоковику. Медики прогнозуют его среднюю интенсивность, многим благодаря проведенной вакцинации. О гриппе и его профилактике шла разговора во время пресс-конференции в областном центре гигиены и эпидемиологии. Побывала на ее Людмила Салдина. Что год медики звертают пильную увагу громадскойсти на профилактику острых респираторных инфекций и гриппу у их лику. Такая увага не выпадковая. На долю острых респираторных инфекций и гриппы приходится до 95% у всех инфекционных захворываний. Сирот респираторных инфекций грипп – самая небеспечная, бо наибольще часто выкликают складнения, пеж за все респираторные. 90-95% всех респираторных осложнений гриппа – это пневмонии, атиты, синуситы. Конечно же, бывают и более грозные осложнения, такие как инфекционно-тактический шок, развитие миокардитов. Но это осложнение, которое приводит к фатальным последствиям. Грипп наносит великую шкоду не только здоровью людей, але и экономицей краины. Так, в 2013 году на лечении хворых на грипп, а таких было свыше 2000 человек, в области затрачено 337 миллиардов рублей. Самым эффективным способом попередить грипп медики по раннейшим называют иммунизацией. Свою эффективность она доказывает, захворевших с кожным годом меньше. В 2013 году у нас было зарегистрировано более 2000 случаев гриппа, а в 2014 уже всего 12 случаев гриппа. Все эти случаи проанализированы, и установлено, что ни один из заболевших не был привит против гриппа. Вакцинация от гриппу с кожным годом становится больше масштабной. В 2013 году было причеплено 37% у насильництва в области, в минулом – 41%. Дякуючи иммунизации, у опошние годы в области не назирается эпидемичного подъема захворывания на грипп и в острой респираторной инфекции. Так, в минулом году неуводным с контрольных родов региона не были досягнуты пороговые значения по захворыванию. В этом году эпидемиологи так само прогнозуют среднюю интенсивность подъема захворывания на грипп и в острой респираторной инфекции. Чекается и он у студии Несоковику. На сегодняшний день у нас в области достаточно спокойная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости урии и гриппом. Показатели заболеваемости ниже пороговых уровней начала эпидемического подъема почти в два раза. Людмила Салзина, Николай Ковалев, областные новины, Брест.